Водоемы И 15 сантиметров в соленой Ни в коем случае не прийти Не бегайте на лед Не пускайте детей без присмотра на лед А также не выходите на рыбалку И в принципе на лед в темное время суток и вне погоды Прочность льда можно определить визуально Лед голубого оттенка прочный Белого прочность в два раза меньше Матово-белый или желтоватым оттенком ненадежен Такой лед обрушивается без предупреждающего потрескивания Если температура воздуха более трех дней держится выше нуля градусов То прочность льда снижается на 25% Ежедневно спасатели оттенка проверяют толщину льда И информируют об этом населении Можно выходить или нет Но проверять прочность льда можно не только визуальным способом Но и обычной палкой Простукивая перед собой лед Можно определить, безопасно ли выходить Если, к примеру, проступает вода То на такой лед выходить опасно Стоит помнить, что лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод А также в районах произрастания водной растительности Такие места следует обходить стороной Но если вы все же оказались в воде, провалившись по лынью Сохраняйте спокойствие и придерживайтесь следующих правил Руки широко на край льда Если он обламывается, пытайтесь полностью грудью руками налечь на лед И ногами работать, чтобы максимально горизонтально лечь на воде Если полынья небольшая, можно воспользоваться другим способом На спину повернуться, руки широко И ногами оттолкнуться от противоположной кромки льда И таким образом человек сам себя выталкивает с полуни Выталкивает на лед Если вдруг вы стали свидетелем того, что человек провалился под лед Не оставайтесь равнодушным Максимально быстро вызовите на помощь спасателей по телефону 101 или 112 Не бойтесь оказать помощь Если сделать все правильно, то тонущего человека можно спасти В первую очередь надо посмотреть вокруг Что-то приспособление, которое вы могли бы подать человеку, находящемуся в полынье Это может быть палка, это может быть ремень, шарф, связать одежды Для того, чтобы добравшись до полыньи А до полыньи добираться не бегом, не стоя по льду А ползком добраться до полыньи и чувствовать, как лед себя ведет Подхрустывает, не подхрустывает, твердый Добраться до полыньи, не доходя метра 3-4 Бросить человеку, подать человеку тот предмет, который вы нашли Вытащив пострадавшего из воды, необходимо оказать первую помощь Надо снять мокрую одежду Потому что мороз, зима, мокрую одежду И одеть его в сухую одежду, дать свою куртку, одеть, согреть В обязательном порядке до прибытия скорой помощи Лучше всего, конечно, искать теплое место Это может быть автомобиль, отогреться в автомобиле, здании, любое сооружение, где тепло Доставить его в теплое место и в обязательном порядке дождаться приезда скорой помощи Соблюдайте правила поведения на льду И помните, безопасным считается тот лед, по которому не ходят